Ну здравствуй, наш дорогой, любимый телезритель! В эфире твоя любимая, самая долгожданная программа «Вятка Тудей» в студии Оксаны Стяжкина. И вот, что сегодня мы для вас приготовили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлик покажет самые интересные фотографии Кирова. Новый год окончательно сдулся. И узнаем, как отмечают творческий юбилей художники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, многие знают, что я живу в чистых прудах. И с недавнего времени стала спортивной дамой. Предпочитаю ходить на работу пешком. И когда иду на работу из чистых прудов, я замечаю какие-то интересные особенности, которые творятся на улице. И вот сегодня я снова прогулялась пешком до работы и сняла для вас селфи-репортаж. Смотрим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я хочу провести для вас экскурсию по улице Украинской в сторону чистых прудов. Итак, первая достопримечательность улицы – это река. Вот она, речушка. Маленькая, красивая, даже почти не застыдшая. Все бы ничего, но только один неверный шаг вправо. Как вы рискуете в ней искупаться и автоматически стать моржом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее, чем может удивить улица Украинская, это возле дома номер 2 находится вот такая свалка прямо под крышей. Видите, как тут крыша и мусор. Очень удобно, похоже. И никто как-то особо не собирается-то убирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот объект расселили. Жильцы уехали, мусор остался. Можно посмотреть сюда, пригласить туристов? Но я думаю, туристы вообще в этот район никак не поедут. В любом случае. Ну и третья особенность улицы Украинской. Здесь есть тротуары специально для встроенных людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы разойтись, нужно очень постараться. Поэтому если вы чуть-чуть пухленькие, здесь вы вряд ли пройдете. Одному по таким тротуарам очень тесно пройти вдвоем. Практически. Ой, невозможно. Тротуары специально для встроенных. Если вы хотите вживую увидеть все эти достопримечательности улицы Украинской, тогда приезжайте сюда. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тодей». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня Международный день музейного селфи. И на днях, похоже, специально перед этим праздником у приложения Art & Culture от Google появилась новая функция под названием «Это ваш портрет музея». Саша Светлик попробовал разобраться с этой новой функцией. И вот что у него получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компания Google выпустила приложение, которое ищет ваше лицо среди портретов мирового искусства. Сегодня мы решили потестить это приложение на медийных кировчанах. Начну со своего лица. Итак, загружаем. И в итоге я, Донна Марианна Салазар. Юбка моя. У сережки моей. И выражение лица. Один в один. О, господи, это что за монашка? Так это еще и невеста. Понимаете, уже все намекает на то, что мне пора. Либо все пытается тебя троллить. У тебя такого никогда не будет. Хоть посмотри. А ведь один в один. Чума, выражение лица, вот эти вот губы. Автор этого произведения некто Ли Биньон. Ли Биньон. Кто может меня так нарисовать? Только Ли Биньон. Я баба. Но красивая. Я недавно смотрел фильм французский. Называется «Мадам». Героиня этого фильма очень походит на меня вот в этом ракурсе. Вот что бы было, если бы вместо тебя мадам вела место происшествия. Добрый вечер в эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии «Жанет Шторм». Смотрите сегодня в выпуске. А закончить хотелось бы кировскими политиками и бизнесменами. Если вам грустно и одиноко, некого погладить, потискать, вы уже начали разговаривать с телефоном, тогда вам срочно нужно взять питомца из рубрики «Пристроим вместе». Сегодня мы ищем любящую семью для этой милой девочки по кличке Альфа. Ее хозяева переехали в новую квартиру, и собака им стала не нужна. Сейчас Альфа живет в приюте и очень надеется, что совсем скоро у нее появится новая любящая семья. Собака опять сейчас доверяет людям. Оказалась очень такая человечная собака, ориентирована абсолютно на людей. Очень любит гулять, очень к человеку тянется. И, конечно, она была бы очень ласковой, очень верной собакой. Если вы хотите, чтобы Альфа стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8-953-139-20-33. Саша Светлик очень любит смотреть фотографии нашего города, и самое понравившееся он сохраняет на рабочем столе. И вот сегодня у него набралась целая коллекция, которую он готов показать в рубрике «Место фото». Смотрим. Это снова Жеглов. Салют. Мы, как родители на Сматринах, любим показывать фотоальбом нашего роднульки Кирова. Вот и подоспели новые фотографии нашего маленького чумазика. Салют. Мы привыкли представлять Деда Мороза таким, какой он 31 декабря. Но мало кто видел открытку или скульптуру, где бородатый волшебник изображается после утренника. В Кирове есть такая скульптура. Новый год окончательно сдулся. Как защитить вятские снежные скульптуры от малолетних вандалов? Все просто. Ведь все дети знают, что желтый снег трогать нельзя. Вот новые вятские антивандальные скульптурные технологии. А теперь к радостным новостям. Город становится современней. Оказывается, сотрудники автохозяйства общаются между собой не только словами ***, ***, ***, ***, ***, но и смайликами. Вот они, суровые смайлы. Салют. Также наш город становится культурней. Теперь на машинах не пишут слова ***, *** и ***, верни долги. А вместо этого угрожает культурно. Выдержками поэтов, которые рано ушли из жизни. Салют. А теперь представляю кировский адрес, который таксисты по заявке ищут минимум сутки. Салют. Ну и в конце подтвердим пацанское выражение. Классные тачки притягивают классных кисок. Это была рубрика «Место фото изменить нельзя». В Кирове все красивое. Это снова Жеглов. Салют. А вы когда-нибудь думали, как бы вы отметили 50-летие своей карьеры? Вот, например, художники Александр Веприков и Николай Поликарпов собрались и открыли свою выставку, на которой мы и побывали. Если вы живете в городе и очень скучаете по природе, по деревне, то тогда вам на выставку живопись графика. Это выставка двух художников и друзей Николая Поликарпова и Александра Веприкова. Оба художника любят изображать в своих работах природу, деревенские домики и сельских жителей. Начнем мы с творчества Александра Веприкова. Он много времени проводит на природе и, как оказалось, очень любит цветы. Уже, видимо, осенний букет, написанный в мастерской художника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть букетов. Вот сколько цветов у него. Да, данные цвета осенние, составленные в единый букет. Так как художник родом из Уржума, поэтому на многих картинах можно увидеть природу этого района. Хорошо передана атмосфера августа, когда уже запасаются деревенские жители сеном на зиму. Здесь как раз сбор вот этой травы. И мы видим, вот на траве закатное солнышко отражается. И хорошо как раз передано состояние вот этого вот перехода лета к осени. Но раз уж мы затронули тему природы, тогда перейдем к работам Николая Поликарпова. Мужчина очень любит рисовать вечернюю деревню. Вечер – это необыкновенно романтичное время, когда в домах зажигаются огни, добавляет работе настроение, особенно какие-то образы, которые он добавляет. Допустим, парни с девушкой, а также музыканта, да, такого деревенского, который играет на гармошке. Они, может, там и пританцовывают, стоят. Возможно. Ну и, конечно, есть в работах художника и утренняя природа родного села Полом. Ну и, безусловно, здесь вот эта утренняя жизнь, деревни. Еще не проснулись жители, но вот-вот они уже появятся здесь. Мы видим лодочки, скоро придут рыбаки ловить рыбу. Чайки летают. Пока чайки, да, пока чайки. Посмотреть на нашу вятскую природу можно в выставочном зале Музея Васнецовых. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей». И это все на сегодня. С вами была Оксана Стяжкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok